Так рождаются фотографии. Свежеотпечатанные картинки с счастливыми моментами уже через пару минут попадут к владельцу. Сейчас все просто. Не нужно мучиться с проявителем в домашних условиях, как делали наши папы. Николай Кожухов, директор нескольких фотосалонов в Братске, первую свою фотографию сделал, а затем проявил еще в школе. После армии решил продолжить. Устроился на Братскую фотофабрику. С пленкой связал свою жизнь. Его салоны стали заниматься фотографиями одними из первых в городе. Правда, несмотря на современные технологии, фотопленка медленно, но верно уходит в прошлое. Говорит, 4 года назад 70% всех заказов проявка фотопленки, 30% цифровая печать. Сейчас на данный момент цифровая печать настолько выше, что 90% только цифровой печати. За счет того, что, ну вот мое личное мнение, что социальные сети у нас забрали всех клиентов, скажем так. А с пленкой, как бы, Европа переходит на сухую печать. Тут те вот эти лаборатории, они жидкие считаются, то есть они уходят в лето, так скажем, пропадают. Сейчас с пленками приходят в основном пенсионеры. Но на них больших денег не сделаешь. Услуга печати одной фотографии 10 на 15 стоит 10 рублей. Предприниматель за материал и содержание оборудования платит больше. Такой бизнес ему не выгоден. Порой в салоны все же заглядывает молодежь. Случается это редко, но Николая такие посетители радуют. Молодежь лет 20-25, находят какие-то старые зениты, зоркие, соколы, фотоаппараты. И на них снимают. Даже приходил тут недавно молодой парень, приносил широкоформатную пленку, то есть где-то 120 миллиметров у нее ширина, она шире, чем обычная пленка. И, соответственно, вот появляются такие люди. Антон как раз из таких посетителей. Молодой человек обожает раритетные фотоаппараты. Его коллекция около 20 таких агрегатов. Любимчик вот этот ФЭТ-5. Это его первый фотоаппарат в подарок дедушке. Антон не называет себя фотографом-профессионалом, скорее любителем. Говорит, зарабатывать на увлечении не хочет, поэтому снимает он в основном друзей и родственников. В последнее время пленку проявляет самостоятельно. Интерес есть и есть к чему стремиться. Потому что это достаточно сложный процесс для сегодняшнего времени. Самому проявлять пленку, делать эти негативы, печатать. Очень много желающих пофотографироваться на пленку, потому что пленочная фотография, она глубокая, не такая, как цифровая. Что будет со всем оборудованием, на котором печатают такие фотографии, пока не ясно. Николай Кожухов уверен, жить им осталось не так долго. Скоро пленка уйдет в прошлое безвозвратно. Николай говорит, скорее всего, уже через год он перестанет печатать пленочные фото. Такие услуги почти никому не нужны, и это совершенно невыгодно. А вот Антон рад, что в совершенстве умеет делать фотографии в домашних условиях. Ведь если печать пленки перестанут делать в салонах, полагаться нужно будет только на себя.